Нефтяная отрасль России достойно справляется с санкциями Запада. Ее показатели продолжают рост. Она достойно отвечает на вызовы, связанные с ограничениями возможности взаимодействия с контрагентами, а также с финансовыми ограничениями. Тенденции добычи по основным вертикально интегрированным компаниям стабильны, прогнозы по объемам добычи будут только наращиваться, и это связано с объемами разведочного поискового бурения. Все задачи, которые ставились при реализации налогового маневра в нефтянке, успешно выполняются. Те наработки и результат, которые в настоящий момент можно констатировать по результату налогового маневра, показатели свидетельствуют, что стимулирование добычи, перенос налоговой нагрузки на переработку – все задачи успешно решаются, сказал Кирилл Молодцов, замминистра энергетики России. Напомню, Евросоюз с 1 августа прошлого года ввел экономические санкции против России, которые были расширены в сентябре прошлого года. Под санкции попала и нефтяная отрасль. Решение ЕС о продлении экономических санкций против России до 31 января 2016 года вступило в силу. Активная добыча углеводородов в Арктике начнется к 2025 году, заявил первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Алексей Тексер в ходе Петербургского международного экономического форума. Мы рассчитываем, что где-то через 20 лет в 2035 году объем добычи на шельфе в целом будет уже 50 миллионов против 16 миллион тонн сегодняшних. Где-то не менее 33 миллионов тонн – это именно арктический шельф. Отмечу, что в Минэнерго оценивают стоимость добытой на арктическом шельфе нефти в диапазоне от 30 до 100 долларов за баррель, в зависимости от затрат на ее получение в Арктике. На сегодняшний день эквивалентные запасы нефти в российской части арктического шельфа оцениваются примерно в 100 миллиардов тонн. Об этом заявил накануне министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Арктика на сегодняшний день по ресурсам оценивается как единственный регион, где есть огромные ресурсы нефти и газа, отметил он. По словам министра, Арктика будет следующим после Кавказа, Поволжья и Сибири центром российской нефтегазовой отрасли. Однако, как полагает Новак, в настоящее время основная задача – это проведение георазведочных работ. Говоря о себестоимости добычи в Арктике, глава Минэнерго заявил, что реальное освоение региона начнется через 15-20 лет, а тогда ситуация будет совершенно иной. Противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации Северного флота вылетели с берегового аэродрома для проведения ледовой разведки в высоких широтах Баренцево и Карского морей. Маршрут их полета проходит вдоль побережья архипелага Новая Земля. Полеты проводятся с целью уточнения ледовой обстановки для планирования мероприятий, боевой подготовки сил Северного флота, а также проведения наблюдений за изменением ледовой кромки и таянием ледников. Во время вылетов морские летчики отрабатывают также слетанность экипажей в простых и сложных метеоусловиях и закрепляют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью. Планируется, что во время полета экипажи выполнят ряд элементов по проведению поисково-спасательной операции на море. Региональный Минпром объявил конкурс среди молодых ученых и студентов на лучшую научно-техническую разработку для развития промышленной и социальной инфраструктуры Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Возраст участников конкурса, заявки на который можно нападать с 25 июня до 21 сентября 2015 года не должен превышать 35 лет. Интересная награда ждет победителей этого конкурса. Авторы проектов, занявших три призовых места, получат право выступить с докладом на сессии молодых исследователей арктической зоны в ходе выставки высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока, которая пройдет в Омске в октябре. Федеральная адресная инвестиционная программа, в рамках которой ведется капитальное строительство направлено на создание объектов спецназначению с учетом новых угроз безопасности России. Учитывая существующие и перспективные вызовы и угрозы военной безопасности страны, сложившиеся макроэкономические показатели, основные усилия мы направляем на создание объектов специального военного назначения, в том числе в арктической зоне, береговой инфраструктуры, аэродромной сети, базовых военных городков, сказал министр обороны Сергей Шойгу. Также усилия направляются на строительство служебного жилья и объектов социально-бытового обеспечения образовательных, лечебных и санаторных курортных учреждений. Ледокол «Красин» покинул порт приписки Владивостоке, взял курс на восточный район Арктики, где обеспечат летнюю навигацию на трассе Северного морского пути. В рамках летней арктической навигации ледокол «Красин» будет заниматься проводкой судов, перевозящих контейнеры, генеральные и народно-хозяйственные грузы в порты и порт пункты Чукотки и Севморпути. Арктический рейс «Красина» продлится с июля по ноябрь 2015 года. Российское министерство энергетики считает рентабельной разработку месторождений в Арктике при существующих ценах на нефть. Об этом накануне сообщил замглавы энергетического ведомства Кирилл Молодцов. По его словам, текущая экономика на Варандее и на Приразломном выдерживает нынешние цены на нефть. Представитель Минэнерго отметил, что Арктика льготируется государством практически по всем зонам добычи. Мы сейчас смотрим на те проекты, которые более близко находятся. Они больше относятся к Охотской и Дальневосточной зоне. Если динамика текущая сохранится, а мы все-таки считаем, что она будет находиться на уровне 60-65 долларов за баррель, то пока существенно планы мы менять не будем, сообщил он. Замминистр заявил, что не видит на 2025 год рисков, которые могли бы серьезно повлиять на планы. Туристы в Ненинском автономном округе смогут побывать на стоянке древнего человека. Маршрут протяженностью 90 километров предусматривает сплав на резиновых лодках по рекам Северная, Хальмер-Ю и Куя вдоль живописных берегов. В туристическом культурном центре НАУ отмечают, что на большей части маршрута отсутствует мобильная связь, поэтому путешествие может привлечь людей, которые хотели бы отдохнуть от цивилизации и увидеть нетронутые человеком уголки природы. Кроме того, туристов привлекут удобные для прогулок берега рек, красивые виды и возможность по мере прохождения маршрута наблюдать изменения природы животных, птиц и растений. По оценкам местных властей, в прошлом году округ посетили 11 тысяч туристов. В Ямало-Ненинском автономном округе завершается отел северных оленей. На сегодняшний день более 80% самок уже дали потомство, увеличив оленей стадо на 110 тысяч голов. Теперь главная задача ямальских оленеводов – сохранить молодняк. Нормой для региона является выход телят в объеме порядка 70%. Более точные результаты будут известны после осенних подсчетов накануне забойной кампании. Специалисты агропромышленного комплекса региона оценивают погодные условия в текущем году как благоприятные для оленей. Успешный отел поможет восстановить потери от массового падежа весной прошлого года. Тогда, напомню, из-за возникшей в тундре ледяной корки от бескормицы погибло почти 60 тысяч оленей. Восстановление ямальского стада позволит продолжить реализацию планов по переходу от стратегии количественного роста поголовья к стратегии, ориентированной на более глубокую безотходную переработку продукции оленеводства. Она предполагает создание новых товарных цепочек, развитие пищевой промышленности, освоение новых рынков сбыта и повышение спроса на экологически чистую продукцию оленеводства. Все эти меры позволяют ежегодно перерабатывать более 70 тысяч голов северных оленей, что дает порядка 2500 тонн экологически чистой мясной продукции. В Ямало-Ненецком автономном округе на пастбищах в 49 миллионов гектаров выпасается самое крупное поголовье домашненных северных оленей – более 700 тысяч животных, что превышает 50% от общероссийской численности домашненного оленя и 35% от мирового поголовья. Это возобновляемый биологический ресурс, способный на многие десятилетия обеспечить экономику региона и страны в целом экологически чистым сырьем для пищевой, легкой и фармацевтической промышленности. Поселок Тереберка Мурманской области, где снимался номинировавшийся на «Оскар» фильм «Левиафан», примет первый в своей истории международный фестиваль. Как сообщили организаторы, программа фестиваля будет направлена на раскрытие потенциала поселка. Фестиваль поможет привлечению частной и общественной инициативы местных жителей к развитию поселка. Планируется, что фестиваль Тереберка «Новая жизнь» пройдет 11-12 июля. Он будет включать в себя несколько площадок – культурную, спортивную, гастрономическую и форум по развитию бизнес-инициатив, а также детскую развлекательную зону. Готовность поддержать фестиваль высказали власти Мурманской области и бизнесмены. Кто станет участником фестиваля, пока не сообщается. Впервые о планах разбивать Тереберку и сделать ее одним из культурных и туристических центров региона российский фермерский кооператив «Лавка-лавка» заявил зимой этого года после шума вокруг фильма Андрея Звягинцева. Для этого был начат проект «Большая земля», поддержанный Министерством сельского хозяйства России, Общественной палатой России и Общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опоры России». Тереберка должна стать пилотной площадкой проекта. Затем авторы намерены разработать и запустить механизмы возрождения этого северного поселка, чтобы масштабировать этот опыт на и на другие регионы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова